Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам.ФМ, программа «Бизнес-класс», меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы коснемся сферы услуг в очередной раз и поговорим с вами о том, как чувствует себя бизнесмен, который рискнул заняться вот этой популярной, наверное, услугой, химчисткой и прачечной. Сегодня в гостях у меня, я представляю с удовольствием, Владимир Безбородов, совладелец прачечных «Чистов». Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Ну, давайте так, приготовимся уже к диалогу. Значит, прежде всего, телефон в студию для слушателей, которые могут позвонить, задать вопрос сегодняшнему гостю, принять участие в беседе. 6510-99,6, код Москвы 495. Также вы можете воспользоваться адресом, точнее, электронным ресурсом, сайт finam.fm и, соответственно, свой вопрос опубликовать там. Мы его увидим, прочтем и ответим на него обязательно. Итак, Володь. Собственно, давай начнем разговор. И первый вопрос мой будет такой. Ну, вообще, бизнес в сфере услуг, он, так бы, мягко я бы это дело определил, он сопряжен с известными сложностями, связанными с тем утверждением, что клиент всегда прав. Вот насколько бизнес в сфере химчисток и прачечных, он, так сказать, подвержен таким же рискам? Да, как и любой бизнес в сфере услуг, действительно, есть такая проблема в России, как хорошего качественного сервиса, именно такого с человеческим лицом практически нет, либо очень сложно найти. И мы особое внимание этому уделяем нашим администраторам прачечных, чтобы они вежливо здоровались, приятно общались. Ну, подожди, вот ты начал замечательно, да, бизнес с человеческим лицом, это, прежде всего, коммуникабельность некая, да, то есть я прихожу куда-то, ну, в частности, вот, в химчистку, и меня встречает очаровательное какое-то создание, да, улыбчивое, ну, как минимум, улыбчивое, да, настроенное позитивно, да, на лице у нее или у него. Положительные эмоции. Да, конечно. Об этом идет речь, прежде всего, да? Прежде всего, да, позитивное общение. То есть, как известно, да, ну, наверное, не очень уместно, по одежке встречают, в данном случае, да, по отношению к тебе, вот, соответственно, тебя встречают, а потом уже, а потом уже как получится. Хорошо, как давно ты в этом бизнесе, кстати? Пять лет. Пять лет уже, да? Да. Ну, я вот вновь прочту твои регалии, совладелец, ты совладелец, правильно, то есть ты основной акционер. У тебя, помимо этого, еще есть какая-то функция исполнительная, да, есть? Или ты просто надзорные органы осуществляешь? Нет, я являюсь управляющим партнером, то есть непосредственно бизнесом занимаюсь, в том числе и как совладелец, и как генеральный директор. Здорово. Тогда расскажи мне. Ну, давай так, построим этот диалог. Понятно, что, да, во многом и прежде всего, ну, и в том числе сфера услуг, во многом зависит от неких, так называемых, экономических условий, в которых мы в данный момент находимся. Ну, опять-таки, да, сфера услуг, это прежде всего, да, возможность или желание, ну, и, наверное, возможность клиента твоего потенциального тратить деньги. Ведь что такое химчистка или прачечная, да, наверное, может быть, даже это более ярко. Это в какой-то момент, да, желание освободить себя, при этом у меня есть возможность это сделать. Ну, понятно, о чем речь. То есть я готов заплатить, я готов, так сказать, потратить на это какие-то ресурсы, мною накопленные, имеющиеся, да, ну, освободить себя от этого. А с другой стороны, опять я возвращаюсь, да, что разные экономические, так сказать, времена бывают, я подумаю и скажу. Нет, да, я все сделаю сам, в конце концов, не так хлопотно, с другой стороны, я сэкономлю на этом деле. Вот как твой бизнес, да, насколько он подвержен этим вот экономическим реалиям? Значит, прежде всего, я представляю сеть прачечных самообслуживаний, такие, как показывают... В американских сериалах, да? Да, именно такие. Услуга, во-первых, достаточно новая для России, во-вторых, мы стараемся использовать профессиональную технику, профессиональную моющую средство, то есть качественную услугу предоставлять. Как и администраторы, это часть сервиса, вот то, что я говорил, должны быть вежливыми и так далее. И плюс, держим цены доступными для каждого жителя, будь то студент, пенсионер, либо вот... Все время такой вопрос задают, у каждого дома же есть машинка, зачем мне идти в прачечную? Да, действительно. На самом деле... Извини, я вспоминаю, вот один из американских... Ну, по крайней мере, я узнал о существовании подобной услуги, это сериал «Друзья» такой замечательный. Да-да-да, я тоже с тобой согласен, палец вверх, это лучший из жанра, по крайней мере. И вот там забавно, действительно, да, то есть они собираются в прачечную, но при этом надо, значит, найти время, ну, хорошо, время нашли. Надо собрать кучу грязного белья куда-то, значит, притащить его, потом там есть моющие средства, или ты с собой его приносишь, да, ну и там конфликт вот этот разыгрался, помнишь, да, с интересной дамой, не поделили они, значит, машину, вот это все зачем мне? Если у меня дома есть стиральная машина, и не выходя из дома, можно все это делать. Ну, именно для вас, прежде всего, это экономия времени. Все-таки на стирку можно выходной день полностью занять, да, вместо этого отдать все в прачечную заботливому администратору, и заниматься своими делами там. Ну, подожди, ты говоришь о самообслуживании, заботливый администратор только встретит тебя, а все остальное ты же сам делаешь, нет? Не совсем так? У нас самообслуживание, в отличие от американских фильмов, все-таки мы в российской действительности живем, поэтому есть администратор, который поможет выбрать режим стирки, не все знают, что там, как стирать, химию выбрать, ну, и сопроводит полностью этот заказ от стирки, сошки, будет, и выдаст готовый уже. То есть мне не надо присутствовать даже, да? Не обязательно. А, вон оно как. Ну, это не совсем самообслуживание, наверное. Ну, это российская адаптация. Российская адаптация. Вот тоже интересная очень тема. Мы всегда говорим о некой специфике ведения любого бизнеса, да, в условиях, ну, российской ментальности, что ли, российской действительности. Вот в твоем бизнесе есть такая же специфика? Есть, практически аналогичные, без администратора. Все-таки, приходя в прачечную, хочется видеть чистоту. Если там нет администратора, и один человек не следит за этим, отдельно выделенный, то все-таки там достаточно грязно бывает. Потом есть такие случаи, когда... Это российская специфика? Российская специфика. Одежду могут украсть, грубо говоря. Ну, и несколько таких нюансов вроде... С администратором можно оставить, забрать на следующий день. Здесь нужно сидеть вот прикованным к одному месту, что тоже не очень удобно. Ну, да. Поэтому мы выбрали путь, когда есть администраторы, которые, собственно... То есть, в какой-то степени это путь революционный, да? Если мы говорим о аналоге западном химчистке, прачечной самообслуживании, то есть она построена вот таким образом. Ну, как мы видели опять в известном сериале. А вы, с учетом российских реалий, да, уже что-то искали, да? Да, пробовали разные варианты, искали. Вот это наиболее экономически эффективно, скажем так. Хотя, конечно, это минус. Зарплату нужно платить именно в финансовом плане. Ну, да. Дополнительные расходы, да, требуются для того, чтобы содержать администратора? Да, но, с другой стороны, дополнительные услуги администратор может предоставлять, в том числе и продавать химию, и глажку осуществлять там, и так далее, и так далее. То есть это вполне себе экономически оправдывает. Оправдывает, окупает, да. Хорошо. Вот давай тогда с этой точки зрения, ну, как бизнес, да, вот. Кто-то из наших слушателей решил затеять такой бизнес. И, в принципе, на что ему нужно обратить внимание прямо вот такими крупными пятнами? Что ему потребуется для того, чтобы... Ведь я так понимаю, что начать этот бизнес с нуля, особых вложений-то не нужно. Ну, отвечу по порядку. Давай. Для начала крупными мазками есть три основных правила. Это место, помещение и локация. Что, собственно, одно и то же. Хорошее место, ну, это 90% успеха. А в чем оно хорошее? Вот, понятно, да, что если это, я не знаю, какой-то торговый центр, то он, наверное, стремится в центр, да. Ну, в центр, извини за тавтологию. Потому что там большой человекопоток, да, там, как правило, востребован. Там можно будет хорошие бренды представить. А вот локация, с точки зрения, химчистки. Либо, наоборот, спальный район, жилой массив большой. Человекопоток тоже, конечно, важен. То есть близость целевой аудитории и шаговая доступность, прежде всего. Мало кто поедет с тюком белья через весь город. Центр, да. Да. С другой стороны, бизнес все-таки требует вложений достаточно серьезных, потому что используется профессиональное прачечное оборудование. Ну, для сравнения, одна стерильная машинка больше 100 тысяч стоит. А таких нужно, там, 5-6 пар стерильного сушильника. Ну, и бизнес достаточно просто такой начать, если есть помещение. Есть франчайзинговая программа, когда мы... Ваша же, ваша программа, да? Наша программа, когда мы партнера полностью сопровождаем от момента заключения договора до запуска прачечной и далее уже поддерживающие акции. Тут есть и выбор оборудования необходимого комплекта, рекомендации по строительству, ремонту, соблюдение снипов, санпинов и так далее. Рекламные акции проверены уже на наших прачечных. То есть весь наш опыт по франчайзингу передаем нашему партнеру. И таких прачечных у нас по России уже второй десяток. Второй десяток? Да. Это прилично. А в таком случае, если говорить о России, ну и, может быть, если тебе удобнее, да, более локально смотреть на Москву, насколько рынок насыщен подобными предложениями? Ну, скажем, именно в этом сегменте прачечных самообслуживаний конкурентов у нас практически нет. То есть мы крупнейшая сеть и наиболее видная, скажем так, сеть выступающая и наиболее опытная, соответственно. То есть идем опять же по тому же принципу профессиональные услуги предоставляем достаточно доступно. То есть небольшой полушальный взнос, нам нужен рост, нам нужна узнаваемость этой услуги в принципе в России, потому что это достаточно новое, вы сами говорите, только в кино. И вот эта новизна, она является и плюсом, и минусом. Плюсом, что ниша свободная, именно наша специфичная, минусом люди не знают, их нужно привести, чтобы они попробовали. Поняли, привыкли, и тогда они становятся нашими постоянными клиентами. То есть, как правило, это нравится, да? Стоит один раз попробовать, что и человек уже... Ну, процентов 80 продолжают пользоваться, становятся постоянными клиентами. Так я в среднем статистику. Хорошо, если говорить о насыщенности рынка, ну, наверное, мы об этом уже поговорим чуть позже. Сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим разговор. Итак, продолжаем наш сегодняшний разговор, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ.Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. И мы сегодня обсуждаем бизнес-химчисток и прачечных в России. В гостях Владимир Безбородов, совладелец прачечных чистов. Ну, еще раз напомню, на всякий случай, телефон в студии 6590. 1099,6, код Москвы 495 и сайт компании Финам.ФМ. Присоединяйтесь к нашему разговору, делитесь собственными наблюдениями, задавайте вопросы Владимиру. Тем более, видите, во многом Владимир занимается некой эксклюзивной для России, по крайней мере, историей, связанной с прачечными самообслуживаниями. Вот мы за эфиром как раз говорили по поводу конкуренции. Ну, на самом деле, Владимир ответил на вопрос, что они в этой ниже практически единственные. Кстати, наверное, не так и хорошо. Конкуренция, она заставляет все-таки шевелиться, держать себя все время в тонусе. А отсутствие конкуренции расслабляет. Не чувствуете этого сами-то? Ну, у нас есть глобальные конкуренты, такие как промышленные, химические, прачечные, приемные пункты есть на каждом шагу. В принципе, для какой-то аудитории вполне конкретной, это действительно наш конкурент. Для сравнения, кому-то удобнее принести рубашку, что забрать ее потом уже поглаженную, в прачечное самообслуживание гладить приходится самому. Это существенный минус. Но, с другой стороны, это будет дешевле, видимо, да? Дешевле, конечно. Ну, то есть, мы говорим о том, что, учитывая узкую специализацию, да, конкурентов, непосредственно занимающихся, да, в данный момент в России, у тебя нет. Но, тем не менее, ты чувствуешь конкуренцию у более широкой, да, более широкого спектра. Ну, или смежных видов бизнеса. Ну, например. Ну, например, смежные виды бизнеса, это что такое? Те самые химчистки, которые ты, так что, обозначил. То есть, их огромное количество, да, и как подсказать клиенту, да, что надо сделать правильный выбор? Да, в чем наше преимущество по сравнению с этим? Совершенно верно. Ну, прежде всего, если брать сравнение с химчистками, то срок выполнения заказа у нас 2-3 часа, и оно постирано, и, в принципе... У химчистки, я тебе хочу сказать, да, в пику у них есть вариант срочного там какого-то, да, срочные услуги, за небольшую доплату ты через час, ну, через то же время примерно получишь. Ну, для сравнения, рубашка в химчистке 125-175 рублей стоит, почистить, постирать у нас за 5 килограмм белья, 5-6, те же самые 150-175 рублей. Ну, то есть, главный аргумент, это разница в цене, да, это дешевизна. Второй, все-таки, на мой взгляд, в большинстве химчисток отдаешь, когда вещь, это 2-3 дня, либо за 50-процентную доплату оно быстрее. У нас 2-3 часа, и заказ готов, то есть, нужно забирать. Некоторые приходят, снимают пуховики, верхнюю одежду тут же стирают. Кстати, почему пользуются многие люди, у которых есть домашние машинки, прочные самообслуживания, именно машинки большой загрузки, 8, 10, 12 килограмм. Те вещи, которые в домашние не влезают, такие, как пледы, одеяло, пуховики, вот, большие такие, все приносят к нам, и это в 2-3 раза дешевле, чем те же самые химчистки. Опять-таки, цена. То есть, вот эти основные конкурентные преимущества ваши, так сказать. Цена и скорость, да. Хорошо, а мы начали с того, что, поскольку это бизнес относится к сфере услуг, то очень часто, мягко так говорить, очень часто возникает недопонимание между тем, кто оказывает услугу, и тем, кто ее, соответственно, принимает. При этом представить, да, что вот в традиционной химчистке или в прачечной, да, этот процесс, ну, оправдан, что ли, если в кавычках я поставлю. Ну, то есть, другими словами, я принес вещь, да, попросил с ней что-то сделать, а вернувшись через некоторое время, обнаружил, что вроде бы что-то и сделали, но не так, как мне бы хотелось, или наоборот, сделали совсем не так, что-то там, и так далее. И начинается известный диалог. Здесь же все при мне, и более того, я сам это делаю. Откуда возникнет претензия? Если возникает она, конечно. Претензии бывают разные, на самом деле, работаем с людьми, и самые разные люди встречаются, но это все решается. У нас клиентоориентированный бизнес, для этого специально обучаем администраторов, именно объясняем, что ли, что ладно, соглашаемся, да, мы перестираем бесплатно, там, мы, вот вам купон, придите в следующий раз попробуйте. И всегда так, то есть вы, как бы, одеяло на себя не тянете никогда? Ну, стараемся сгладить это, потому что один клиент, как это было, есть же такая статистика, что один довольный клиент приведет еще три, а один недовольный расскажет двадцати. И в результате, да, этих двадцать мы потеряем, это логично. Хорошо. Значит, еще такой тогда, с такой точки зрения, давай мы обсудим сегодняшнюю тему. Сравниваем некие тенденции российские, тенденции зарубежные. Ну, опять-таки, наверняка это очевидно, да, мы будем говорить о неких отличиях, да, то, что происходит у нас, то, что происходит за рубежом. Насколько мы, эти отличия, во-первых, объективны, или, наоборот, субъективны. Ну, вот мы говорили, да, что есть некие российские реалии, которые не позволяют делать так, как вот в кино, да, мы делаем вот так, как у нас. Что еще существует на мировом рынке, если можно так сказать, да, каковы тенденции? Ну, прежде всего, достаточно глобальная тенденция в заботе о природе, экологической безопасности, и в Европе используют все больше именно экологически безопасные материалы, биоразлагаемые, либо биобезопасные и так далее. Россия пока только в начале этого пути переоборудования на правильную химию, правильные стиральные и сушильные машины. То есть, именно глобальные переоборудования, это не просто поменять порошок, условно говоря, ты уже, извини, да, я так упрощаю, а это, естественно, и новую технику, да? Это все-таки немного другой технологический процесс, в том числе и в химчистках требует другого оборудования. И, естественно, это наверняка очень затратно. Да, оборудование профессиональное, оно работает там по 10 или 20 лет, и мало кто хочет, пока оно работает, менять его на другую. Ну, это логично, конечно. Хотя по качеству они, в принципе, сопоставляют. То есть, это главная проблема, почему, ну, как бы, российский рынок пока еще не смотрит, да, вот так на экологическую составляющую? Кто смотрит вперед, тот уже переоборудуется. Уже переоборудуют? Да, есть масса примеров. Когда параллельно работает и старая, и новая техника, это вполне нормально. Кстати, учитывая, что это стоит денег, да, как ты совершенно справедливо заметил, для меня, как для клиента, подобный, ну, я так, давай так назовем, подобный, экологически ориентированный химчистки, для меня, как для клиента, услуга станет дороже, естественно. Нет? Нет. А за счет чего, интересно? Понятно, что вы вкладываетесь, да, вы пытаетесь идти в ногу со временем, вы вкладываетесь, и, соответственно, расходы увеличиваются, ну, и логично было бы, так сказать. Ну, поэтому до сих пор и не перешли все, потому что оборудование заменяют в процессе того, как оно устаревает, либо вырабатывает свой ресурс. Пока оно не выработало, оно так и будет. То есть, плановая замена. А вот эти флагманы, они за счет каких ресурсов умудряются это делать, тем не менее? Ну, например, крупным отелям для достаточно дорогих клиентов важно показать, мы экологически безопасны. Вот у нас специальное прачечное, специальное оборудование, химия и так далее. Мы в тенденции мировой. То есть, это как дополнительное такое преимущество. Почему надо выбор сделать между этими двумя, тремя, пятью отелями? Потому что там еще и вот такая вот история. Да, какой вариант. Это здорово. Это здорово. Значит, тогда давай коснемся вот еще раз этой, ну, наверное, ключевой, не хочется говорить о проблемах, да, но тем не менее, такого нерва, ключевого нерва взаимоотношения вас и ваших клиентов. Вот каким образом регулируются эти взаимоотношения для того, чтобы действительно это не заканчивалось? Ну, понятно, что вы научились, да, это все дело, сглаживаете углы, сглаживаете, идете навстречу, но тем не менее, возникают иногда конфликты, и они каким-то образом регулируются. Ну, не на уровне, да, взаимоотношений двух людей, а какие-то другие наверняка, да, кто регулирует их? Ну, прежде всего, достаточно понятно, любому клиенту распраченное самообслуживание, я сам выбираю режим стирки. Если администратор наш рекомендует, не стирайте красное с белым, покрасится. Но если человек настаивает, мы, конечно, пойдем на это, предупредив заранее. То есть, значительная часть ответственности все-таки на клиенте, потому что это праченное самообслуживание. Я вот сказал, вот так мне сделали. С этой точки зрения можно подойти. Ну, и тем не менее, я понимаю, да, то есть вы в данном случае скажете, что ты сам виноват. Вас предупредили, а вы сами виноваты, правильно? Ну, я бы так не сказал. Ну, понятно, да, ты стремишься все-таки углы сглаживать. А если все-таки вот это отношение ведет к некому, ну, или может прийти к некому конфликту, то с точки зрения законодательства, да, как это регулируется, то есть куда я могу, ну, давай так, куда я могу пожаловаться на компанию, которая предоставляет мне услугу, некачественную, на мой взгляд, да, и где, соответственно, будет держать эта компания ответ? Все то же самое, что и у обычных бытовых услуг, и то же самое Роспотребнадзор. Роспотребнадзор. Ну, конечно. То есть, что, назначаются экспертные советы, как это выглядит? Или ты с этим не сталкивался, тебе сложно? У нас достаточно мало таких проблемных клиентов, я бы сказал, и с другой стороны, если отойти от проблем, посмотреть на книги жалоб и предложений, которые есть, каждый прачечный, конечно. Это обязаловка или это ваше ноу-хау тоже? Нет, ну, это требование к предприятию бытовых услуг, оно обязано быть. Они полны отзывов. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы такие доступные. Ну, я вас умоляю, вы можете взять, как это называется, волонтеров сейчас, да, и они вам пишут, и мы же знаем, как это. Да, вот тут немного другое. Получается, что услуга достаточно доступна, и все это понимают, что вот дешево, как я, как я молодец, нашел такую вещь. Да, да, да. С одной стороны. С другой стороны, если сидишь прачечный, делать нечего, ну, хоть что-нибудь напишу. И очень быстро книги заполняются именно такими позитивными отзывами. То есть, именно прям вот негативно, что человек недоволен и пошел жаловаться, но на моей памяти таких нет. Все-таки десятки предприятий тут вопрос такой. То есть, это не случайность, да, об этом речь идет? Да. Это не случайность, это действительно некая тенденция, говорящая прежде всего о профессионализме. Хорошо. В разговоре о профессионализме, как правило, заходит речь о сотрудниках, о профессионалах, о тех, да, кто, собственно, эту услугу оказывает. Ну, я так понимаю, что в твоем варианте не так много сотрудников, да, не так много сотрудников. Ну, вот администратора, о котором мы уже говорили, кто еще на работе? Два администратора сменяют, по смене работают. И это основные люди, на которых многое держится. Да, мы особое внимание уделяем администраторам, как я говорил, и в том числе и их обучению. А вы сами их учите? Да, конечно, нет школ администраторов профессиональных, правильно. Профессионалов, да, ну, с дипломами, что называется, да, в такой сфере не существует. Да. Да, и обучают другие администраторы более опытные, те, которые уже прошли все разговоры с интересными клиентами. Да, да, да. То есть делятся, делятся опытом, да, как бывает вот так, а бывает вот всяк, как на это надо реагировать, да? Да. Помимо администраторов, еще какие профессионалы? Ну, учитывая, что у вас огромное количество техники, да, наверняка нужны люди, которые за ней следят тоже профессионально. Ну, используя профессиональную технику, естественно, обращаемся к профессиональным сервисным центрам. А, хорошо, мы сейчас послушаем новости, а потом продолжим, вот это интересно, продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш сегодняшний разговор. В гостях, напомню, Владимир Безбородов, совладелец прачечных чистов, и обсуждаем мы сегодня тему, которая связана с химчистками и прачечными, как выглядит этот бизнес у нас в России, каковы проблемы, каковы тенденции, и что уже, наверное, в конце, мы обязательно обсудим, каковы перспективы развития. Ну, Владимир чувствует себя достаточно уверенно, даже по глазам это видно. И в студии уверенно, и в бизнесе, что самое главное, потому что, напомню еще раз, да, он рассказывал, что у него такой специфический все-таки, да, бизнес, связанный с прачечными, потому что это прачечное самоплужие, не очень еще, может быть, популярное в России, но, тем не менее, существующее, да, некие аналоги мы сегодня вспоминали. На Западе это более популярно, у нас, к сожалению, нет. Ну, видимо, надо толкать просто, продвигать, да. И до того, как мы, до того, как мы, значит, ушли на новости, мы обсуждали вот обычную проблему, связанную с профессиональными кадрами. Ну, учитывая, опять-таки, специфику бизнеса Владимира, кадров этих не так много. Это прежде всего администраты, которые, да, непосредственно общаются с клиентами и, соответственно, там, руководят этим, да, процессом на местах, что называется. И вот на мой вопрос, да, Володя, а как, а как, собственно, кто о технике заботится, которой множество? Оказывается, нет специальных людей, да, ты просто обращаешься к профессиональной компании, правильно я понимаю? Ну, почему? Некоторые вопросы проще своими силами решить. Есть специальный человек, который занимается мелким сервисом, ремонтом, да, то, что не требует вмешательства, вот, именно в профессиональную часть техники, скажем так. Ну, то есть, где-то что-то подкрутить, подвинтить, да, потому что если что-то совсем сломалось, значит, надо забрать и отвезти на сервис. Это логично, хорошо. Значит, давайте мы дальше сделаем так. У нас на связи сейчас коллега Владимира Дмитрия Несветов. Он президент и совладелец группы компании «Диана». Дмитрий, добрый вечер, вы слышите меня? Да, добрый вечер. Добрый вечер, замечательно. Ну, в студии сегодня, наверняка вы знаете, по крайней мере, Владимир говорит, что вы встречались там периодически на профессиональных каких-то мероприятиях, на выставках, в студии Владимир Безбородов, совладелец врачных чистов. Да, 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 добрый вечер. Замечательно, добрый вечер. Значит, смотрите, во-первых, у него все-таки такой достаточно специфический сегмент, мы неоднократно об этом говорим, у него прачечные самообслуживания. Вот. А, да, а что касается вашего бизнеса, это такой традиционный, да, компания «Диана», тем более широко известна, на рынке. И поэтому вам непосредственно, да, прежде всего вопрос мой будет следующий. А каковы в данном случае, с точки зрения конкурентности, в особенности, прежде всего, каковы основные тенденции вот на этом рынке, насколько он насыщен, насколько, значит, вы друг друга, я имею в виду, на рынке, да, расталкиваете локтями? Как это выглядит, Дмитрий? Понятно. Ну, общий, требуется некоторое вводное соображение, оно состоит примерно в следующем, что рынки Москвы и московского региона, ну, там, отчасти Санкт-Петербурга, и рынки, это с одной стороны, и рынки остальной России, это очень разные рынки с точки зрения розницы вообще, и с точки зрения наших услугов, в частности. Поэтому, если говорить, да, это одно вводное соображение. Второе вводное соображение, вы должны с вами помнить все время, одна очень печальная деталь, что все-таки в целом употребительская сфера, розничное пространство, розничный рынок, услуги в том числе, это все такой, по большому счету, небольшой островок сравнительно свободного рынка, в том числе и конкурентного, в принципе, очень монополизированы экономики в целом. Поэтому говорить о том, что мы находимся в чистой рыночной ситуации, конечно, нельзя. Но с точки зрения, собственно, розницы, то относительно московского региона, можно сказать, достаточно твердо, что рынок вполне насыщен. Мы время от времени проводим исследования и замеры, причем и своими силами, и силами довольно крупных исследовательских служб, которые нам определяют примерно профиль наших услугий в разных рыночных, региональных, в том числе в Москве, ситуациях. Так вот, в Москве ситуация достаточно остро конкурентная, рынок вполне насыщен. Но говорить об этом можно только в том самом контексте, что относительно потребителя условия позиционирования сравнительно одни и те же, а относительно экономики в целом, так что называется, макроэкономических показателей, ситуация позиционирования, конечно, в значительной степени ущербна, потому что не является ни этот сегмент, ни сегмент розничной торговли, ни опытовой, ни мелкорозничной, в чистом виде рыночной и конкурентной среды. Что касается того, каким образом этот рынок складывается, он вполне, что называется, в классическом и в европейском даже виде, он очень четко позиционирован и по видам услуг, и по нишам, и по цифровой аудитории. Поэтому здесь все, в общем, развивается достаточно классически. И все это было совершенно естественным образом, если бы каждый год, а то и чаще, не менялись в нашей сфере, как вообще во всей рознице, как вообще во всей экономике, правила игры. То есть они время от времени, к сожалению, меняются. Меняются, да? То есть вы это тоже чувствуете и на своем примере? Ну, конечно. Конечно, а как же. Ну, если там меняется во всех отношениях. Меняются в отношении налоговых баз и администрирования этих налогов. Меняются позиции региональные, в том числе и в Москве, относительно поддержки и ликотирования. Потому что все-таки сфера услуг в данной форме, она имеет социальный статус, социальное значение. И поэтому заинтересованные в развитии и рынка, и поддержании собственного населения региона, в общем, должны в этом задуматься время от времени. Самое главное, что в Москве для этого ресурса вполне достаточно. Да вот каждый год в этом отношении все время что-то меняется. Сейчас мы готовимся к новым изменениям, в том числе законодательствам и налоговым администрированиям. Поэтому с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Сложнее и сложнее. Ну, а каким-то образом, я предположу, есть некая ассоциация тех, кто занимается этим бизнесом, с помощью которой проще продвигать собственные предложения в адрес государства, в адрес тех, кто пытается администрировать это дело. Есть такое? Есть, конечно, ассоциации. Мы сходим, у нас есть профильная ассоциация. Мы стараемся, я лично стараюсь играть в максимально большую, насколько это возможно, содержательную роль. Ассоциация предприятий химические и брачные, так называется. Есть ассоциации брендовые, в которые мы тоже входим. Есть ассоциации, которые поддерживают в целом сферу малого и среднего бизнеса, в частности, опоры России, там, целый ряд других. Естественно, мы пытаемся развернуть там некую содержательную, я не скажу, там лоббиску, потому что это такой не вполне наших словечек. Ну, некую содержательную деятельность. Мы пытаемся влиять на позицию властей по этому поводу. Но КПД этого содержательного влияния, к сожалению, очень привык к КПД паровоза. По очень простой причине. Потому что власти, или тот статус, тот политический статус, который они сегодня, которым они сегодня обладают, не всегда готовы к этому прислушиваться, не всегда считают себя подотчетными неким общественным организациям, неким предпринимательским сообществом, потому что обычно полагают, что им лучше знать, каким образом обустраивать экономическое пространство, экономическое пространство. Мы делим немножко другие цели. И главная цель у всякой власти, к сожалению, в наших условиях, это наполнение бюджета и удержание общей экономической ситуации под собственным контролем, а развитие перспективы, просчитанное на несколько шагов вперед, это, к сожалению, далеко не всегда остается центром внимания. Это касается не только центральной власти, это касается и многих региональных, и местного самоуправления, и так далее, и так далее. Не заходят. Ну да, это, наверное, прежде всего, да, это региональные, это местные самоуправления, потому что непонятно, с ними вы взаимодействуете в основном, да? Приходится взаимодействовать. Ну, по большому счету, так как все-таки там сети разного масштаба, часто приходится взаимодействовать с разными уровнями во власти. И часто нас понимают и видят наши проблемы, и разворачивают немножко ситуацию в сторону, ну, их оптимизации, этих проблем. Но все-таки, к сожалению, чаще всего видят слабо и не хотят по самым разным причинам. Ну, вот отзыв, который планируется с нового, с 13-го года, на всех арендных льгот, для всех, без исключения категорий, малых предприятий. В Москве, там, например, пока еще решение, конечно, не принято, но все, скорее всего, сведется к тому, что все-таки решение будет принято. И вместе, понятно, что в этой сфере злоупотребления, спора нет, но вместе с злоупотреблением... Самый удачный способ борьбы с злоупотреблением — запрет. Это все то же самое, что зонитая метафора про генетиного средства отбирать. То есть, наверное, какой-то должен быть более толкий и более изменяемый подход для того, чтобы поддерживать то, что требуется поддерживать, и запускать рыночные механизмы там, где они уместны в большей степени. — Где они, да. Или как минимум, где от них будет толк, да? — И где от них будет толк, совершенно верно, потому что, ну, элементарно, Москва, как бы это ни было, Московский регион — это розничное пространство, это розничный город, и никак не могут понять власти, что практически единицы, там, ну, максимум десяток процентов городского волового продукта, формирующегося за счет малого предпринимательства, это бред и нонсенс. Потому что в таком городе точно должны больше половины регионального волового продукта формироваться за счет розничного рынка и малого бизнеса в частности. — Совершенно верно. — Поэтому это рассчитывание на несколько шагов вперед, но, к сожалению, мало кто этим озакучил. — Дмитрий, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время принять участие в нашем разговоре. И я еще раз напомню, с нами был по телефону Дмитрий Несветов, президент, совладелец группы компании «Диана». Спасибо, Дмитрий. Вот как, оказывается, не все так просто. Мы с тобой рассуждаем и говорим только, вот, знаешь, экологическая некая проблема, проблема кадров, а оказывается, на уровне регулирования, администрирования сколько проблем. Не смотрят на вас, как на серьезных бизнесменов, оказывается, наши регуляторы и мегарегуляторы. Ты сам, кстати, это чувствуешь в своей отрасли? — Есть такой подход, который мы во многом разделяем. Главное, чтобы не мешали. — Главное, чтобы не мешали. Ну, может быть, может быть. В любом случае, смотри, вот Дмитрий говорил о том, что постоянно меняются правила игры, ведь это актуальная идея. Ну, прежде всего, налогообложение. Вот ты привык к таким правилам, потом проходит какое-то время, правила поменяли. Я так предполагаю, что не объяснили почему, не объяснили зачем, хотя зачем, наверное, это понятно. Просто тебе предложили новые правила. Хочешь, играя, хочешь... — Адаптируйся. — Адаптируйся, да, так это называется. Ну, наверное, это логично. Наверное, это логично. Хорошо, значит, смотри. Вот такой вопрос, ну, может быть, несколько философский. Если говорить о бизнесе в целом, вообще, что такое химчистка? То есть, по сути, ведь это... Сейчас я попытаюсь сформулировать иначе, да? Что такое химчистка? То есть, для чего человек в конечном итоге обращается к вашим услугам? Ну, не просто, чтобы почистить тот или иной, да, свой предмет, предмет бытовой. Что для него еще такое химчистка? Ну, я имею в виду, что, да, вот он таким образом восполождает какое-то время, да? Он, может быть, если говорить вот о, так сказать, проблемах коммуникабельности, он находит себе собеседника приятного. Хорошо, значит, смотри, у нас не так много времени осталось. Мы сейчас идем опять слушаем новости. Я хотел бы уже в последней части нашей программы поговорить о неких перспективах развития этого бизнеса. Ну, бизнеса твоего конкретного, да, как ты это делаю, видишь. И бизнеса в целом этого сегмента серых услуг, учитывая, и здесь, наверное, нужно особый акцент сделать, учитывая непростые экономические условия, которые нас ждут впереди. И, видимо, это так. Сейчас новости на Финам. Итак, друзья, продолжаем наш разговор. Сегодня говорим о химчистках и прачечных, как чувствуют себя они, как чувствуют себя те, кто ведет этот бизнес. В студии Владимир Безбородов, совладелец прачечных чистов. Володь, ну, и, наверное, есть смысл поговорить о каких-то цифрах, да, которые будут интересны и слушателям, ну, и ты лишний раз, что называется, вспомнишь, как это все выглядит. Ну, хорошо, несколько цифр. Прежде всего спрашивают, а сколько стоит открыть прачечную? Тоже вариант, кстати, да. А сколько стоит открыть прачечную? В среднем прачечную открыть стоит порядка 1-1,5 миллиона рублей. Сюда входят и закупки оборудования, и химии, и реклама, и подготовка помещения, и так далее. Причем наша сеть, наша сеть как франчайзер, участник программы «Бизнес-старт», Сбербанкской программы специального кредитования, по которой, ну, практически каждый может получить кредит на старт бизнеса, имея там 30% необходимой суммы, стать владельцем собственного бизнеса. То есть вы предлагаете франшизу, я правильно понимаю, да? А Сбербанк кредитует тех, кто готов в этом участвовать? Именно под конкретные франшизы, в том числе и нашу франшизу. А, в том числе и вашу. Там есть некая большая программа, да? И предлагается много всяких вариантов. Также этот бизнес интересен тем, что он себя во время кризиса 2008 года показал достаточно стабильным. То есть по сравнению с другими отраслями у нас падение в прачечных выручах было порядка 10-15%. То есть фактически мы кризис не заметили, и это очень многих привлекает, как надежная инвестиция в старость. Ну, то есть вот это важный момент, да? То есть экономические реалии, о которых я пытался говорить чуть раньше, они могут и, так сказать, не привести ни к сокращению бизнеса, ни к падению прибыли. Мы это обозначаем как стабильный, надежный доход. Пусть и небольшой относительно, с одной прачечной от 100 до 300 тысяч в месяц можно зарабатывать уже чистыми после всех налогов, о которых говорил мой коллега. Именно вот стабильный, надежный доход. Маленький свечной заводик тот самый. Так, это здорово, это хорошие цифры. Продолжая говорить о цифрах, как ты видишь вообще этот рынок в недалеком, или, может быть, надолго не будем загадывать, в пределах 2-3-5 лет в России, как он будет развиваться, учитывая, если есть в этом востребованность? Есть тенденция, которую мы очень четко отслеживаем, это количество регистраций на нашем сайте, запросов на сотрудничество. Во-первых, это постоянно растущее количество, во-вторых, их несколько тысяч. А запросы на сотрудничество, опять речь о франшизе идет, да? Да, да. Опять-таки, из самых разных городов России, от маленьких 100 тысячных, 150 тысячных, наших всех миллионников. Как я говорил, уже более десятка прачечных открыты именно по франшизе, и, как показывает наша практика, все-таки для нас, для Москвы и для регионов, наш бизнес достаточно похож. И наша бизнес-модель работает как в столицах, так и в регионах, в таких городах, как Иркутск, Ижевск, то есть они, Нарафа, Минск, например, буквально несколько сотен тысяч человек. То есть бизнес работает и там, и там. Важен именно проверенный подход, который мы предоставляем нашим партнерам. Это, прежде всего, реклама, привлечение первых клиентов, тех самых, чтобы пришли, попробовали, новую неизвестную услугу. Это основной момент психологический. Далее уже люди привыкают, как я говорил, становятся постоянными клиентами. Кстати, вот в разговоре о региональном подходе, да, и столичном подходе, вот Дмитрий, когда по телефону, значит, высказывал свою точку зрения, ну, согласишься, нет, видимо, вот классический вариант, да, этой услуги, он сильно отличается, да, востребованность, что хотят люди в столице, что хотят люди в регионе. Ну, наверное, это так, да? Да, это так. А вот, ну, как назвать правильно опять, не классический подход, да, пока еще не классический, вот этот. Я бы сказал, у нас четко выделена целевая аудитория, на которой мы работаем, на которой мы понятны, которой мы удобны, как по деньгам, так и по уровню качества сервиса и так далее. То есть она везде присутствует, эта целевая аудитория? Да. То есть она и в столице ее предостаточно, и в регионах она тоже соответственно едет? В некотором роде все-таки химчистками пользуются более, скажем так, ну, средний класс и выше, а нашими услугами средний класс и ниже. А, понятно. Да, ну, и тогда, естественно, да, если говорить о географии, то чем дальше за пределы МКАД, да, тем больше как раз вот среднего класса и ниже. Да, так вы рассуждаете? Ну, получается так. Получается, что так. И на практике, да, подтверждается. Хорошо. Ну, и о перспективах все же, да, как видишь ты развитие этого рынка. Причем, смотри, очень интересно, ну, хотя, наверное, ответ-то будет очевиден, вот, но тем не менее, услуги ваших конкретно, да, вашей сети или услуги классической химчистки, да, вот в данной ситуации, что будет востребованнее, может быть, да, в ближайшие 2-3 года, на твой взгляд? Для наших прачечных, я вижу, хорошие перспективы, прежде всего, потому что это новые достаточно сегменты, не занятые. И в этом интерес наших региональных партнеров занять вот эту нишу, пока не занят кто-то другой. Да, для классических услуг, конечно, достаточно высокая конкуренция в сфере химчисток и прачечных. Это так и есть. Это так и есть. Ну, с этой точки зрения есть опасность такая, ну, не опасность там, в кавычках, да, возможность такая, что классические химчистки, тем более, если они будут смотреть все-таки в регионы больше сейчас, да, от столичных городов, от крупных городов, они будут переориентироваться в некотором смысле вот от того бизнеса, от той формы ведения бизнеса, которой они сейчас занимаются, вот ближе к вашему, да, ближе к самообслуживанию. Могут они таким образом развиваться? Я бы даже сказал больше, что у химчисток, у сетей есть такие мысли, тем не менее, здесь очень разный сам подход, сам бизнес, бизнес-процессы разные. У них это крупные промышленные предприятия, десятки тонн белья там в сутки, масса пунктов приема, логистика и так далее. У нас это пришел, здесь и сейчас получил шаговая доступность, доступные цены. Все-таки это другой даже, наверное, склад мысли, подход к бизнесу, поэтому не очень хорошо у них получается, но, да, такой подход есть. Тенденция такая есть. Тенденция, да, именно. Ну, еще, если говорить про бизнес-процессы химчисток, прачечных, то все-таки достаточно большая себестоимость у них получается. Это и приемный пункт, и логистика, и большое производство и так далее. То есть они просто вот на этом, да, способе, они просто не отобьют эти деньги, получается? Ну, получается так. Либо организовать полностью, как в нашем формате это сделано. А совместить вот так вот, ты как человек опытный, да, представим сейчас. Вот есть там стандартный классический приемный пункт, где стоят люди, где там огромное количество, да, белья, машины, и, может быть, в этом же помещении или за соседней стеной есть еще и предложение. Не хотите сюда, идите самостоятельно попробуйте. Есть и такие варианты, пока немного. Слава Богу. Много? Слава Богу, ты как опять конкурентный, да? Да. Рассматриваешь конкурентную историю, я понял. Хорошо. Ну что ж, значит, ну, в принципе, не так много времени. Значит, проблемы мы обсудили. Если можно, Владимир, давай еще раз сформулирую их более-менее коротко. Основные проблемы, которые тебе не мешают, по крайней мере, с которыми ты сталкиваешься, когда собственным делом занимаешься этим. На самом деле есть достаточно, ну, даже не проблема, да. Некоторое затруднение, что прачечный самообслуживание, как новый вид бизнеса, недостаточно четко регламентирован. Для нас это и плюс, и минус. Подожди, а в принципе, если мы говорим о регламентировании бизнеса, ну, наверное, в целом сфера услуг, да? Или все-таки есть конкретные вот... Вот конкретно я сейчас про нашу отрасль говорю. Есть некие стандарты еще с советских времен, когда в советские времена были прачечные самообслуживания, многими пользовались, до сих пор говорят, мы помним их там. Помним, да. Как было хорошо, да, раньше? И те стандарты не соответствуют современным реалиям. Оборудование уже другое, химия, другой бизнес-процесс, другой, в принципе. А новых не выпустили. Вот то, что есть Диана там и прочие промышленные крупные химчистки прачечные, для них есть нормальное прописанное законодательство. То есть у них специальные законодательства, правильно я понимаю? У них специальные, для них вот, для классического ведения формы этой бизнеса, специальные законодательства. Да. А вы из этого выпадаете, вы вроде бы этим не можете воспользоваться, а для вас, да? Да, причем мы выступаем с инициативой, давайте уже пропишем и зафиксируем, как мы должны работать. Мы предлагаем вот так. С такой инициативой мы, ну, как рассказывал мой коллега, достаточно медленно все это двигается. А куда вы обращаетесь с инициативой этого ходить? Опять куда-то наверхи? На большие верки или на очень, на местный какой-то уровень? На муниципальный? Где это вообще все должно быть? Где продвигаться это должно быть? Департамент поддержки и развития малого бизнеса Москвы. И дальше уже, соответственно, замминистра, но дальше разговор достаточно пока короткий. Не до вас. Да. Понятно. Не до вас. Ну, наверное, видишь, и Дмитрий не случайно, когда об этих проблемах рассказывал, все-таки такая фраза прозвучала, что там глобальные сейчас задачи решают, глобальные, да? Как бюджет наполнить, как... Я бы сказал, с другой стороны, для нас это плюс, что требования, в принципе, стандартны, как к любому предприятию бытового обслуживания. И та же самая и чистота, и утилизация отходов, там, и так далее. Это все вот как парикмахерская, как там магазин, вот примерно все где-то мы между ними. Ну, то есть это удобнее для вас, да? Удобнее для нас, да. Никакой особой специфики, да? Никакого особых требований для вас нет в этом случае, и вы себя чувствуете, да, более-менее вольготно, как и парикмахерская, и, так сказать, ваши коллеги в классическом варианте, да? Да. Хорошо. Так, ну и давай тогда заканчивать. Собственно, конкуренции ключевых игроков мы поговорили, да, специфики российского бизнеса поговорили. Ну, что касается законодательства, да, это опять-таки мы возвращаемся к неким муниципальной составляющей. Вот. А отличия будут ли, ну, помимо вот экологической составляющей, будут ли отличия введения этого бизнеса в России и то, что будет происходить за рубежом, как ты видишь, ну, в перспективе. То есть экологию, наверное, все-таки мы будем догонять потихонечку, да? Это будет требовать и клиент, прежде всего, который, да, столкнулся с этим за рубежом, например, где-нибудь. А потом, дай бог, это будет уже требовать и некие надзорные органы. Ну, сейчас для многих новых таких домов, кондоминиумов, жилых центров таких небольших заложено уже в проекты помещение под прачечным самообслуживанием, как это мы видели в европейской. То есть вот эта вот часть достаточно перспективная именно для застройщиков. Ну, кстати, вот с чем связано то, что действительно такая вещь закладывается непосредственно уже сам в проект строительный, да? Это ваша инициатива или просто опять строители смотрят на то, как это выглядит на Западе, да? То есть там такие помещения есть. Да я думаю, закладывается спросом. А, спросом, да? На самом деле достаточно удобно спустился, пришел и все услуги получил на месте. Хорошо. Огромное спасибо Владимир Безбородов, владелец прачечных чистов. Володя, успехов в бизнесе. Уважаемые слушатели, до свидания. Спасибо за внимание.